Всем привет, ребятки! Вы попали на мой канал! Я вас рада видеть! И в этом видео я вам покажу, как же делать настольную игру «Стеклянный мост» по дарами «Игра в кальмара». Надеюсь, что у вас так же получится сделать, как и у меня. Ведь я решила тут ничего не усложнять и делать всё максимально просто. Для начала нам сами на картоне надо начерти такую заготовочку. Вы можете поставить видео на паузу и срисовать. Вообще, у нас сами этот мост будет в вертикальном положении. Итак, тут у меня 0,5 см, тут у меня 3 см, тут также 0,5 см, а тут у меня 1,5 см и так далее. Тут 0,5 см, 3 см и дальше. А тут где вот эти три угольнички, 2 см, но вы их можете сделать абсолютно любого размера. Они нам сами нужны, чтобы было легче вытягивать бумажечки. У меня тут будет 9 раундов. Также ещё я сделала немного по-другому этот мост, потому что вообще в дарами тут 2 пути, а у меня будет 3 пути. Мне просто кажется, что так будет интереснее играть. Но вы можете сделать и 4, и больше, и так далее. Также это всё я вводила линером 0,3 и раскрашивала маркерами. Затем вам надо вырезать эту заготовочку таким образом. Поскольку я раскрашивала маркерами и сзади стороны всё отпечаталось, надо сделать ещё одну такую же заготовочку. Её можно сделать из бумаги или из картона. Я буду использовать вот такой вот обычный картон. Дальше берём нашу заготовочку, переворачиваем, делаем так и обводим. Также, чтобы рисовать внутренние линии, мы с вами берём эту заготовочку, кладём под картонку, подходим к стеклу и обводим. Я это уже сделала, а также нарисовала разбитый мост. Обвела это всё линером 0,3 и раскрасила маркерами. В общем-то, смотрите, мы начинаем с первого раунда. Тут у меня два сёклышка разбитых, одно нет. Дальше тут разбитое, два нет. Но если же у вас две попытки, то, например, с левой стороны разбитое, справа нет. Дальше с левой не разбитое, справа разбитое и так далее. Очередуем, ведь мы потом всё равно это всё будем вот так перемешивать нашими бумажечками. Но если же у вас три пути, то самое главное, чтобы в каждом раунде была хоть одна сёклышка не разбитое. И сейчас нам с вами надо вырезать наш этот стеклянный мост. И на данный момент у нас должны быть две такие заготовочки. А сейчас нам надо взять любой из заготовок и также ещё белый картон. Берём эту детальку, прикладываем сюда и обводим. Также ещё тут сверху должно у нас оставаться место. И тут мы нарисуем наш фон. И так вот должно получиться. Я нарисовала фон. И тут я тоже потом раскрашу. В общем-то, можете поставить видео на паузу и срисовать. Также ещё помню, что тут вверху должно быть время. Это я нарисую отдельно, так как на картонке у меня просто не поместилось это нарисовать. Я уже всё закончила и такой фон у меня получился. Тут я также нарисовала время. Затем мы берём наши с вами эти заготовочки и разрезаем их на такие полосочки. Также, чтобы потом мне было легче склеивать и все детальки совпадали между собой, когда буду вырезать, я буду подписывать. Вот, например, тут у меня две единички. Их надо будет склеить между собой. И столько много деталек у меня получилось. А сейчас нам надо склеить между собой. Поскольку я тогда помечала, где 1 и 1, 2 и 2 и так далее, я вот и ищу. Вот, например, 3 и 3 я нашла. И мне их надо склеить вот так на клей между собой. И другие тоже, так сказать, 4 и 4 вместе и так далее. И такие детальки у меня получились. Также сейчас самое главное ничего не перепутать, чтобы с одной стороны был у нас у вас разбитый мост, а с другой стороны нет. Дальше мы возвращаемся к нашему с вами фону. И нам нужна обложка. У меня это вот такая вот для учебников. Самое главное, чтобы она помечалась вот тут. Раскрываем ее. Также вот это вот можно обрезать. Таким образом я это сделала. Теперь прикладываем сюда, берем маркер и тут обводим. Так у меня получилось. А сейчас нам это надо вырезать. И сейчас нам надо вот этот прозрачный прямоугольник приклеить сюда. С этой стороны, сверху, так скажем, и снизу. Я приклеивала на тоненький скотч. И у нас должен получиться, так скажем, вот такой кармашек. И сейчас нам с вами надо взять вот эти детальки с нашим стеклянным мостиком и положить сюда. Таким образом. И такая игра у нас с вами получается на данный момент. Мне кажется, что надо было снимать видео в вертикальном положении, чтобы было, так скажем, вам удобнее. А сейчас мы с вами будем рисовать самих человечков. Вы также можете использовать обычные фишки, но чтобы было, так скажем, красивее, я решила их сделать. Я уже за кадром нарисовала двоих. Также можете написать в кантрях, как вы думаете, кто это, как их зовут. Я также их уже раскрасила. Вы можете поставить видео на паузу и их срисовать. А потом нам надо их вырезать, оставляя снизу вот такой вот прямоугольничек. И так у меня получилось. Затем нам тут с вами, где ноги, надо согнуть таким образом. И приклеить на картонку. На клей. Также этот прямоугольничек не приклеивать. Затем мы берем карандаш и рисуем тут такой же прямоугольничек. И вырезаем. И тут также сгинаем. И такие две фигурки у меня получились. Ну а сейчас давайте попробуем поиграть. Я решила это сделать в вертикальном положении. Также еще можно сделать третью фигурку, потому что тут три пути. Итак, давайте начнем с такой девочки. Итак, я думаю, вначале я хочу походить на серединку. Итак, смотрим. Также это все перемешало. Уи, уи, уи. И она помирает. Так, дальше. Следующий игрок это такой мальчик. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто выиграет. То есть, эта девочка, либо же этот мальчик. Мне кажется, это что девочка выиграет. Итак, дальше начинаем со второго же раунда. Я хочу вот сюда. Также еще можно сразу же перевернуть, но я так делать не буду. Уи, уи, уи. Он тоже упал. Дальше ход нашей девочки. Давайте походим. Опять по серединке. Не знаю, почему мне так нравится тут. О, она выжила. Дальше она ходит сюда. Опа, она провалилась. Так, дальше идет мальчик. Тыц, 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 тыц. Тыц. Сюда. Он провалился. Так, дальше ходим за девочку. Тыц, 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 тыц. Вот сюда. Вот она, мне кажется, сюда. Лучше давайте посмотрим. А, нет. Я даже угадала. Давайте опять сюда же походим. Может быть, повезет. Нет, ей не повезло. Может быть, мальчику сейчас повезет. Так, давайте походим по серединке, думаю. Так, и сейчас долгожданный момент посмотрим. Он выиграет, либо же нет. Давайте сюда. Так, я думаю, он не выживет. Он выжил и выиграл мальчик. Поздравляю всех, кто угадал. Но я почему-то думала, что выиграет девочка. В общем-то, такая прикольная игра. Обязательно напишите в комментариях, как вам она нравится, либо же нет. Она даже не помещается в кадр. Но мое видео подошло к концу. И сегодня мы с вами сделали такую игру. Стеклянный мост под раме. Игра в кальмар. Обязательно напишите в комментариях, как вам она понравилась, либо же нет. Не очень сильно. Я оставлю 10 из 10. Ну, а с вами была я, Ирина. Всем пока-пока. До следующего видео. Идеи килимых видео. Пишите в комментариях. Бай-бай.